привет друзья сегодня хочу показать вам очень хороший крем для выравнивания торта крем очень удобен в работе он стабилен он вкусный готовится быстро просто а главное этот крем можно замораживать то есть если вы готовите начинку для торта под заморозку то именно этот финишный крем можно замораживать нам потребуется творожный сыр белый шоколад и сливки жирностью 33 процента сливки необходимо хорошо нагреть и залить ими белый шоколад оставить шоколад немного чтоб он подтаял вот просто его оставить буквально на минутку на 2 а затем венчиком либо лопаткой аккуратно медленно размешиваем в итоге мы получаем вот такой ганаш очень важно в данном рецепте приготовить в начале ганаш который должен остыть до температуры 30 градусов а уже затем мы будем продолжать готовить крем с творожным сыром творожный сыр в отдельной емкости начинаем взбивать на средних оборотах миксера он должен стать податливый и мягкий сразу хочу сказать что классический крем чиз на масле либо на сливках в которые вы добавляете растопленный белый шоколад он по текстуре совершенно другой получается на первый взгляд может показаться что это один и тот же крем но на самом деле именно разница в технологии приготовления и за счет этого мой конечный результат получаем совершенно другой когда ганаш остыл до 30 градусов добавляем его в творожный сыр и снова взбиваем еще две или три минуты до полной однородности также можно пройти с силиконовой лопаткой по стенке емкости чтобы крем хорошо а и однородно взбился этот крем очень стабильный его можно замораживать я его использую для трайфлов для капкейков для тортов под заморозку крем идеально подходит для покрытия бента тортиков поскольку он идеально подходит под заморозку а любой торт на котором мы хотим делать рисунки мы замораживаем крем прекрасно держит торт он практически как классический ганаш удобен в работе но его огромный плюс в том что он не трескается за счет того что у нас в составе есть творожный сыр я как правило выравниваю торты в два этапа выравниваю первый слой в начале делаем черновой слой чтобы хорошо скрепить крошки отправляю в морозильную камеру на 15-20 минут а затем наношу второй слой крема друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои вопросы и комментарии